приветствую вас дорогие друзья сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру факторио и прошу прощения и за кадром я постарался сделать еще многое и что же конкретно во первых у меня начала кончаться нефть то есть вот те источники которые у меня были да то есть вот источник вот источник вот эти три источники они теперь работают на 0 1 то есть каждая нефтяная вышка добывает 0 1 нефть это очень мало это совсем мало поэтому пора новые источники добывать и вот здесь вот вот здесь вот здесь и вот здесь я облагородил усовершенствовал более трех источников это было сложно сразу скажу это было сложно то есть здесь очень много пришлось повоевать особенно вот здесь вот кстати да я еще облагорожу вот этот вот здесь тоже нефть пойдет но не сразу как бы и вот на данный момент система стоит на такой основе что я все настроил и вроде бы должно все поехать где у меня этот поезд вот он то есть переводим в автоматический режим и поехал что же дальше в данный момент вообще там там еще добывается уголь вот здесь вот уже по патрук поподробнее я бы хотел как бы ну-ка сказать поподробнее поговорить что ли потому что уголь у меня не то что кончается он у меня есть у меня вот поле вот еще поле то есть в принципе угля еще достаточно но вот здесь на территории базы он начинает кончаться то есть то основное поле которое вот здесь вот было такое огромное она уже кончилась да то есть и я решил заранее облагородить вот это поле и начать уже на нем добычу давайте посмотрим кстати как у нас там поезд где-то вот здесь да вот их не видно вот не видно в последний вагон складывается бочки в адам и определим будет ли работать вот здесь вот так еще что мне здесь осталось доделать мне достал осталось доделать передачу да как бы вот так вот сделаем 5 сундуков сейчас наклепаем стальных так здесь вот здесь у нас давайте будет уголь уголь а здесь железо да там еще не с краешка немножечко добывается железо именно его я и как бы и буду суда складывать то есть здесь мы ставим фильтр угля здесь ставим фильтр железа в общем почему я так сделал, почему я вот это все облагородил, почему-то я называю это облагородил, ну то есть построил вот эти форт посты именно за кадром, ну потому что мне кажется я бы ну серии наверное я бы сказал 6 потратил, потому что у меня на это все ушло где-то около 4 4 часов, то есть атака постройка, настройка подгонка проводов то есть еще всяческие разные проблемы здесь решались то есть все это приходилось решать довольно таки серьезно здесь как видите простая система подачи топлива, то есть будут разгружаться нефтяные бочки и будут разгружаться, сразу они будут вот в этот резервуар складываться нефть и мы ее потом перегоним, уже перегоним но вот здесь вот есть такой момент перегона есть небольшой нюанс да мы сейчас проверим одну вещь которую я бы хотел именно проверить в общем есть момент того, что жидкость, когда ее нагреваешь она как бы двигается по трубам быстрее в принципе по логике это как бы логично, холодная жидкость она намного медленнее двигается чем нагретая, да ну теплая так скажем да, то есть и плюс к этому ко всему можно еще взять стальные титановые, точнее трубы во-первых, у них секции по 20 это раз и в-третьих диаметр 10 и я думаю, что они вот обычные как как железные, но это титановые трубы то есть мне кажется в них еще быстрее будет жидкость течь мое вот ну мое мнение такое давайте попробуем это сделать единственное, что мы давайте закажем титан закажем титан допустим 200 ну чтоб он был и закажем вот так вот да, то есть начнем делать в принципе я думаю вот если я так вот начну сейчас делать то титан давайте мы его сразу по 600 начнем пригонять и да я сейчас начну вот отсюда начнем угонять нефть но для того, чтобы начать это делать мы немножечко давайте скрафтим еще кое-какие предметы а для этого нам нужен нагревательный котел МК-3 возьмем его КПД-70 КПД-80 давайте две штуки возьмем две штуки таких нагревательных котлов то есть через них я буду прогонять нефть нагревая в котлах эту нефть и пуская ее по трубам дальше и вот мне кажется так должно получиться здесь у меня при этом при всем есть блин вот здесь получается неудачно давайте вот вот здесь вот так вот сделаем и вот так вот то есть здесь мы сейчас поставим раздвоиватель раздвить разветвитель так ну как видите все работает так посмотрим где у нас поезд он уже вот здесь загружается сейчас углем потом он приедет сюда загрузится опять нефть потом сюда загрузится нефть и потом только приедет сюда разгружаться полностью то есть у нее такая будет очень мощная разгрузка так здесь все нормально работает так давайте ну так вот перекинем здесь где-то у нас будет уголь подаваться на печке так на котлы точнее я ошибся на котлы так сразу ставим мощный кстати поезд я поставил вот это бронированный дизельный локомотив максимальная прочность пять тысяч по сравнению с другими поездами которые у меня ездят у них максимальная прочность тысяча понимаете да то есть вообще просто скачок огромный скачок так дальше ну то есть вот к примеру будет берем уже титановые трубы исключительно нет стоп давайте мы сразу наверное во первых стоп стоп еще круче давайте сделаем или нет я думаю может быть насос поставить который бы гнал здесь по трубам жидкость нет так как у нас всего лишь один стоит резервуар то мы сразу к нему подключаем котлы да сюда же котлам мы подводим так и подводим подключаем да то есть единственное они по-моему сейчас рванут если я их сразу начну запитывать а кстати они начнут работать без жидкости вот интересно тоже в принципе по логике вещей не должны они и не работают то есть и вот дальше дальше вот как бы нефть уже так по хорошему нефть нужно вот смотрите мне куда нефть нужно привезти мне нефть нужно привезти вот сюда и это довольно таки проблематично это нужно знаете как так по-хорошему вот так вот вот так вот и вот сюда вот вот как-то так поэтому я наверное поведу по вот этому по этой линии я не буду сейчас какие-то большие такие разветвления делать так давайте вот вот так вот и вот так вот и здесь уже давайте их перекинем куда-нибудь вот сюда каменная подземная труба господи что я с собой таскаю каменную подземную трубу дужили кстати вот это вот можно еще выкинуть и единственное кстати вот на этой базе я не поставил дронов ладно если что мы просто здесь поставим другое кое-что так посмотрите видите текстурки как бы белые должны быть но видно накладывается да то есть вот видите текстурки не до конца переделаны то есть так ну как бы как бы это сказать халатно короче то есть на каждой станции поезд будет по 200 секунд стоять так ну тут довольно таки далеко нам придется вести конечно трубы и только из-за этого что далеко я иду на такие ухищрения да то есть пытаюсь как-то там ускорить весь вообще поток вот этой жидкости потому что так где у нас поезд еще раз хотя в принципе можно проще смотреть можно вот так вот смотреть то есть он у нас здесь стоит еще две станции он должен пройти великолепные трубы очень длинные просто потрясающие на самом деле не буду трогать дерево вообще оно мне не помешает ни разу так кончились трубы сейчас давайте еще вот так вот сделаем не проблема а ну да все правильно так вот так дать сюда ну такое буквой г здесь приведем ну иначе никак иначе ну как-то просто тупо по-другому не и не получится так вот здесь вот уже более более как-то по-другому нужно делать ну давайте здесь наверное так так эх чуть-чуть не хватило ну здесь нет тоже видите чуть-чуть не хватило ну ладно почти приехали так и вот здесь вот наверное да прям шикарно здесь кстати даже посмотрите оно даже и не функционирует тут тупо не хватает нефти уже тут уже нефть кончилась то есть работают только первые вот эти ладно ничего страшного давайте еще труб немножечко еще давайте ну же спасибо ну и в принципе все здесь трубы готовы так это все можно отменять мне нужны просто теперь обычные трубы они тут титан пригоняет так где у нас поезд здесь все пока еще стоит и сейчас проверяем весь подход так по-моему здесь я вот здесь вот я не поставил да перекрестный да окей здесь знаете в темноте полируются алмазы бриллианты всяческие знаете то есть все это такое все в темноте делается кстати я заметил почему в этих модах нету фонарей следующего какого-то поколения более мощные какие-то прожектора почему бы нет да то есть так здесь даже вот так вот лежит мы это уже уберем в сундук так 100 алмазов уже собралось и вот посмотрите здесь видите застоприлось уже то есть а нет то есть здесь вот опять так нет стоп анда то есть здесь именно вот этими сапфирами уже заполнилось все так поезд уже здесь давайте сбегаем и к чему я это все делал чтобы больше нефти пошло и тем самым больше пластика пошло потому что в дальнейшем нам нужно делать стеклопластиковые основы плат они делают у нас из пластмасса из пластмассовых брусков и собственно из собственно из стекла стекло у нас производится здесь вот здесь вот стекло надо будет куда-то выводить сюда либо вот сюда и пластмассу куда-то тоже сюда или сюда и уже там начинать воу 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 вот это скоро все нападет кстати но знаете почему не страшно вы сами видите насколько здесь много уже умерло врагов при этом при всем тут забавный есть такой момент вот в этом квадрате можно заметить то что когда мобы умирают им некуда уже выбрасывать их артефакты так называемые да но я их называю яйцами они начинают по краешкам появляться и тем самым появляется вот такой квадрат это забавно ребятки вы уже смотрите он прям конкретный квадрат и скоро там вот все эти нападут а так как деревья очень сильно помогают иначе бы здесь давно наверное мне кажется сломали потому что они бегут вот сюда и начинают как бы любое количество сколько бы их ни бежал они начинают здесь толкаться и не могут подойти нормально к вышкам чтобы стрелять потому что заметьте у меня здесь вышки стоят просто еще первого тира то есть они даже не не топ не самые топовые это вот как бы такой вот момент так кстати я вот здесь вот сейчас увидел одну вещь у меня здесь блин я увидел увидел вот прям сейчас увидел что здесь система не работает здесь настроено стоп 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 ах ты еп ай 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 вот это мой косяк да я все вспомнил я не везде поставил кстати вот не до конца настроил то есть помпы то я не настроил чтобы они в разгрузку шли вот это да и здесь разгрузки то есть да 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 опустошение бочек по-моему точно здесь стоит вот здесь не стоит эта система ну ладно ничего страшного в принципе ну как бы давайте съездим настроим наверное и скоро вернусь ну вот посмотрите жидкость нагревается да температура 100 градусов здесь и быстрее ли пойдет сейчас ну посмотрите вот здесь вот жидкость идет по 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 смотрите 7,8 но это уже она здесь скорее всего остывает да то есть нет температура 99 до сих пор ну 99 вот начинает остывать посихонечку да то есть то есть она доходит оттуда уже горячий как бы и здесь даже одного хватает смотрите он спокойно справляется второй даже не напрягается нету такого давления здесь чтобы давайте вот так тогда сделаем то есть то есть здесь вот сейчас 6,6 к разгрузил поезд это довольно таки много на самом-то деле вот здесь немножечко система сбилась потому что смотрите если сейчас ну то есть вот нужно так сделать вот так вот и вот здесь вот то есть когда будет приходить чтобы он железо собирал вот так вот так вот то есть потому что как видите вот допустим вот здесь вот железо лежит и он не сразу его разгрузит и оно будет в конце здесь скапливаться то есть смотрите они даже не успели все разгрузить понимаете за 200 секунд не успели все разгрузить но есть такой небольшой нюанс который мы сейчас тоже проверим потому что там вот наверху и кстати да здесь вот напала вот этого торда за кадром и как бы видите вообще они даже не поломали немножечко пушки и пушки всего лишь первого тира стоят вот приехали на эту базу и видите здесь нету разгрузки с этого поезда то есть это проблема здесь нужно неправильно немножко расстроил потому что не то что настроил неправильно а он смотрите стоит немножко криво да поезд немножко сошел как бы с дистанцией что ли так давайте здесь быстренько прям фильтруем ставим бочечки он начинает нам перекидывать так здесь оп оп все он пошел вот теперь начала работа при том как видите вот этот насос он вообще очень быстро загружает просто накапливает по 50 в бочку довольно шустро очень шустро я бы даже сказал серьезно очень хорошо прям мне нравится здесь тоже стоит резервуар ну на 2500 только литров так все здесь система пошла здесь все нормально здесь я тоже ну видел там все тоже нормально стоит загружается нефть все как должно быть кстати я понял почему нельзя сажать лес да потому что если бы можно было сажать лес им бы можно было бы заграждать пути нашим врагам то есть они бы очень медленно приходили к нам через эти леса и вот это вот было бы немножко читерства потому что они агрятся на лес только тогда когда они могут пройти только тогда они начинают грызть этот лес так ребят продолжаем и вот за кадром пока я делал кое-какие доработочки я вспомнил что я же могу уже подавать не конвейерами предметы а собственно говоря дронами что я зря их строил поэтому давайте потихонечку переходить тоже на дронов здесь давайте вот так вот ой 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 и вот так вот сделаем поставим более мощные сундуки пускай стекло здесь именно в таких количествах крафтится так допустим ставим здесь вот это надо ребятки добыть обязательно теперь я честно говоря такой скряга стал что я добываю все что только до чего могу только дотянуться и прям таки вообще ну прям прям очень такой скряга прям ой ой какой скряга стал и еще да кстати сделал вот прям буквально вот сейчас вот сделал вот эти вот конвейеры как это бирюзового цвета наверное да нет нет они все таки синего нет скоростные подземные конвейеры ну стоп а я вообще тебя сейчас вот запросил да именно да не синего здесь вот бирюзовый немножко похожий так так пускай здесь так значит здесь вот так вот то есть теперь здесь будет вырабатываться уголь и пускай он вырабатывается то есть на самом деле этот конвейер он очень быстро выработает единственный вопрос что здесь потребление не очень большое ладно это не страшно так еще раз давайте ставим где нибудь здесь вот как всегда пытаются вот эту вот штуку этот форт пост атаковать у меня прямо они очень его ненавидят но черт возьми его очень будет сложно уничтожить прям ну практически нереально это сделать по крайней мере им ну ладно так здесь мы делаем сундук запроса ставим давайте сразу с 5 штук запросим и что мне еще нужно давайте вот вот этого запросим еще вот так вот 200 штук чтобы постоянно было у меня в инвентаре так здесь ставим вот это здесь ставим пластик точнее мы ставим стекло где у нас стекло 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 нет не то так стоп я потерял стекло а вот оно стекло так и вот здесь вот где-то пластик должен быть пластик есть так единственное теперь проверяем он так это все в зоне в зоне работы так здесь еще добавляем на всякий случай прям вот вот так вот вот видите вот здесь вот уголок и мы будет вот здесь должны поставить вот эту вот вышку вот этот маленький опорный пункт он уже совершенно нам не нужен с этой стороны у нас все очень серьезно защищена блин как же на самом деле я влюбился в лес я просто поклоняюсь лесу потому что благодаря лесу теперь здесь сразу поставим дрону чтобы ну кого больше они перезаряжались благодаря лесу я теперь могу спокойно вздохнуть и вообще не париться вот посмотрите есть у меня скоростные манипулятора до быстрый манипулятор есть смотрите пакетный манипулятор экспресс-фильтр инсертер тентановый подшипник нужно делать как-то титан у меня есть но я его не могу делать экспресс-инсертер титановые подшипники нужны вот они интересно быстрее или нет а титановые подшипники у нас как делаются давайте посмотрим титановые подшипники смазка нужно как думаете попробовать вдруг они еще быстрее в принципе это реальном но жалко скорости не написано серьезно скорости не написано здесь и вот как понять экспресс-инсертер фильтр-инсертер пакетный манипулятор экспресс-стаг-инсертер вот я так понимаю вот этот вот фильтрующий манипулятор это как фиолетовый а вот этот экспресс-стаг-фильтр-инсертер то есть он вообще самый-самый просто эпичный титановые пакетные фильтрующие манипулятор нужны и титановые подшипники наверное нужно сделать титановые подшипники да да кстати ладно ничего страшного сделаем хотя может быть прямо сейчас сделать и попробовать а вдруг они уже настолько эпичные что мне их давным-давно уже пора делать а может быть такое ведь может да поэтому вместо того чтобы рассуждать пойдемте и сделаем их сейчас только здесь вот провод запитаем день вот так вот сделаем и это у нас все начнет сейчас производиться вот куда-нибудь сюда начнет складываться пускай складывается вот так вот больше не буду делать он у здесь с пластиком короче постоянные будут проблемы ладно все пускай таскают они дальше где-то нам нужна смазка смазка у нас вот здесь к примеру есть да то есть как видите ее только остается вывести куда-то ниже чтобы здесь к примеру где-нибудь сделать производство вот этих вот подшипников но хотя можно и здесь где-нибудь замутить давайте подумаем нам нужен завод синий нет не тот я делаю завод вот такой вот синий завод есть давайте его поставим посмотрим как они у нас там делаются так для них нужны титановый шарик для подшипника давайте еще один синий завод делаем еще один синий синий завод так вот эти заборы уже здесь не нужны не смотрите вот на это нагромождение здесь такая довольно сложная система с конвейерами дронами со всеми такими наворотами так синий станок еще один давайте просто поставим посмотрим по крайней мере из чего он делать так титановый здесь всего лишь всего лишь нужны так давайте-ка знаете как мы сделаем как бы по-хорошему это сделать так вот так и вот так вот здесь мы положим титан титан сделаем так не то здесь сундук запроса ставим здесь сундук запроса ставим 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 титан ставим к примеру 600 так здесь еще один ставим вот так вот здесь ставим так и производство началось теперь только надо сделать чтобы это все нам передавал суда конвейер переносил сюда и вот сюда это все складывалось теперь же ставим здесь все пошло дело так теперь здесь же подключаем все это и готово ребятки да здесь ставим активного использования активного использования то есть сундук пассивного снабжения здесь ставим два стака чтобы собиралась титановые подшипники у нас готовы готовы теперь нам для производства дальнейшего нам просто эти подшипники нужны для того чтобы делать вот эти вот манипуляторы самые 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 что ни на есть наикрутейшие просто вот просто эпик давайте проверим работой мне серьезно мне интересно как они будут делать то есть понятно что их не везде буду ставить потому что посмотрите они жрут 420 киловатт энергии мне просто интересно как он это будет хотя его даже не я знаю как можно проверить я знаю как можно проверить его работоспособность давайте мы возьмем вот так вот поставим вот так вот поставим здесь два сундука спокоились ставим два сундука а здесь еще его настроить нужно значит что-то не тот пакетный фильтрующий манипулятор insert stack манипулятор по-моему вот вот этот вот хотя пакетный манипулятор он делается у нас и синий да вот кстати вот вот самый быстрый получается то есть он вот этот манипулятор он настраиваемый и при этом при всем как видите может брать два предмета забавно то есть он представляете он вот под конвейер идет всякая но вообще шняга всякое барахло просто он может то есть брать по два что ли честно говоря немножко не понимаю хотя у нее смотрите у него вообще как будто две руки нет или это просто так в общем ладно давайте это было жестко это серьезно было жестко это просто было нереально жесткий мне нравится этот манипулятор да он мега быстрый не зря я титановые подшипники дел ну вот это значит самый быстрый манипулятор на данный момент может быть там еще появится какие так ладно я опять как всегда ушел вообще в дебри так дальше смотрим что нам дальше нужно делать нам вообще вот это нужно для этого еще слитых золота мужу вот это вот уже проблема теперь нам нужно добывать золото золото у нас ну золото у нас я точно знаю что это не золото вот она за вот немножечко вот немножечко золото есть вот это вот уже вообще вот это вот это победитель ребятки это победитель вот здесь еще есть но вот это реально победитель просто вот просто бомба какая-то но здесь уже будет сложнее я сейчас объясню почему потому что если я буду проводить сейчас какие-то ну не знаю там вот отсюда в какую-нибудь железную дорогу мне здесь надо будет автономное питание делать а так как враги уже намного сложнее намного сильнее автономное питание не выдержать такой нагрузки от лазерных пушек то есть здесь нужно вести электричество как же мне это сделать да конечно кто-то скажет может быть сразу надо какой-то поменьше разрабатывать поближе допустим вот есть вообще тут просто вообще близко электричество подведено согласен с одной стороны с вами но с другой стороны я смотрю так я хочу построить и чтобы больше не беспокоиться об этом то есть я сделаю займу вот этот форт пост во-первых и здесь займу территорию да скорее всего и как же я туда проведу электричество у нас есть такая волшебная штука как я могу делать засыпку земли и скорее всего я сделаю засыпку земли вот так вот и здесь сделаю такую линию и сделаю здесь электричество который не будет доходить допустим ну вот просто вот вот так вот не будет доходить и здесь стол будет переходить сюда ну или сюда или сюда скорее всего суда и тем самым я как бы запитаю эту вот эту сторону как бы земли до электричеством тем самым Обеспечу здесь здоровые базы Которые смогут хорошо отстреливаться Ну и плюс конечно же Смогу обеспечить себе золото Скорее всего даже в обратку Наверное как-то так Если подумать Здесь можно в принципе сделать в обратку Но нет, скорее всего я сделаю Просто продлю вот эту железную дорогу Куда-нибудь сюда И здесь вот этот поезд будет забирать еще и золото А возможно потом уголь И еще какие-то материалы, которые здесь есть Ну какие-то вот такие вот планы Далеко грядущие С золотом, ладно, разобрались План, это прям знаете Как-то я даже не знаю, отдельную серию Скорее всего этому посвящу, нарежу как-нибудь Жидкость, а по поводу жидкости Вот раствор хлорного железа Нужно железо и соляная кислота Соляная кислота у нас добывается Из Из хлора и водорода Хлор, водород Хлор, водород Где берется хлор, водород-то? А-а-а Хлор и водород, он у меня уже вроде, кстати, добывается вроде бы Кстати, я еще начал производство Бетонных плит И как бы процесс пошел Скоро я начну забетонировать свою базу Просто на все 100% Так, вот-вот-вот-вот Вот здесь вот производится у нас все Тут даже, кстати, и производится прям-таки Соляная кислота, посмотрите При этом при всем Она как бы есть И у нее есть даже избыток небольшой Смотрите, как я сейчас здесь сделаю красиво Я сделаю так И давайте вот здесь вот выход сделаем сейчас Стоп, стоп, стоп Раствор хлорного железа, он уже, оказывается, у меня производится Вот он То есть у меня даже есть раствор хлорного железа И вот здесь вот, в принципе, его тоже можно возить бочками Ну, понимаете, да? То есть раствор хлорного железа Вот, скорее всего, он бочек А, нет, легкой нефтью Раствор хлорного железа Раствор хлорного железа Да ладно Хотите сказать, я его не могу переносить? А, вот Канистры Надо делать какие-то канистры Которые делаются у нас из железа и пластмассовых брусков Воу Воу Ну, ладно, окей Окей Я, в принципе, конечно, не против Но Смысл ли есть вот возить? В принципе, есть Даже, знаете, как можно сделать, допустим, 200 канистр Здесь заполнение Этими бочками А там разгрузка где-то там, допустим, да? И Все, они туда-сюда, бочки Ну, туда-сюда и будут возить, как бы Постоянно, да? Эти канистры При этом, заметьте Вот здесь, вот Вот здесь Это уже, как бы, избыток немножечко, да? Идет Да, конечно Даже не то, что избыток Скорее всего Надо поставить здесь отдельный резервуар Скорее всего, отдельный какой-то большой Который будет только затекать, эта жидкость И Как-то Исключительно Используйте ее Давайте вот так вот сделаем И вот здесь вот есть такой вот Где у нас Вот Единственная проблема Когда они начинают по Электропроводу бить Вот тогда вот я как-то напрягаюсь Так, где? Ну, я скрафтил только что Сейчас Не вижу Просто не вижу Так К примеру, вот так То есть, смотрите Она постоянно будет набираться То есть, эти заводы будут постоянно работать Все нормально будет Она, кстати, используется там для чего-то Не помню, для чего То есть Вообще, все шикарно Мне нравится идея Мне нравится, как должно получиться Именно так я буду подавать эту жидкость Золото Золото мы тоже скоро сделаем И Все это ведется Блин Офигеть Золотые слитки Но проблема, конечно, да Вот с золотыми слитками будет Прям Я бы сказал Такая серьезная проблема будет И пластик Я думаю, все-таки, конечно Наверное, все-таки Конвейерами-то лучше подавать Потому что Вот смотрите здесь Что происходит, да То есть Постоянная такая Теперь Носится Они как Пчелки Начинают носиться И Хорошо ли это Или плохо Не знаю Но вот Пластик можно здесь Вот здесь вот Прям вообще Вот так вот Ну то есть Там где-то Я не помню Где-то я Кстати, наметил А вот он Кстати, пластик идет Вот пластик идет То есть Я наметил уже Можно так И сделать При этом При всем Сейчас Видите Пластик очень мало идет Это только из-за того Что Вот здесь В сундуках-то и нету Пластика Все Он как бы Ну как бы Его и не производится Здесь конечно Можно улучшить Производство И скорее всего Ну вот давайте еще Вот улучшим Вот это вот Так Как-то тут У нас с попутным газом Да никак на самом деле Очень слабовато Все с попутным газом Ну ладно Ребят Я на этом буду Заканчивать эту серию В следующей Скорее всего Я не знаю Чем мы займемся Конкретно Потому что Как-то можно уделить И построению базы Под золото Время Но Что конкретному Уделить время Я не знаю Потому что Как я буду таранить Таранить врагов Буду очень просто Это Просто Приеду здесь И Вышками Застрою Все их базы И тем самым Как бы Победю Да Как показывать Как здесь я буду строить Тоже это как бы Интересно Тут такой вот момент Что конкретно Показывать Я уже немножко Сомневаюсь Скорее всего Я наверное Покажу вам Конечный результат Это уже когда я начну Производить эти Электросхемы Всем всего Удачи И пока